Мы... Мы смотрим... Иди сюда, муха. Иди отсюда. Иди отсюда, муха. Ах, ты скотина. Ладно. Мы идём... Ой, я забыл, я не Observer. Я хотел это... Я хотел это кликовать, это что-то. Начинаем в эту вторую игру. Вайлет ведёт с счётом 1-0. Хак на верхнем левом. Как сейчас видим, в карту Король Сэй Джонг... Станция... Станция? Или Станция Король Сэй Джонга. Вайлет на нижней правой в глубом. Вайлет пошёл для 3 хаты перед пула. Очень интересно, что он так сыграл, потому что сейчас хак пошёл для лоу-граунд стенку. Ну вот, если вы не знакомы с вот этой карты... Ну, большая, конечно. И для такого стало сейчас это хаку. Ему нужно будет очень внимательно смотреть и следить, что происходит. Потому что он сейчас подходит, он может подумать, что вот это хата перед пула. Но когда он не увидит пул, это когда проблемы маленькие у него будут. Потому что это даст это хаку приготовиться, но хаку ему примерно самому нужно приготовиться к этому. Потому что 3 хаты перед пула, если ты дадёшь эту зерку отыграться, от этого у него будет очень хорошая экономика. Гораздо лучше, чем у ТОСа. И потом это открывает для разных вещей. Для тайминг-пушек, это открывает для полезного макро-игра в лейт. Но как я видел, остальные процессы, я всегда им советую, чтобы они наказывали зерги, кто вот это делает. Если вы помните, я комментировал Харсом, это в Хонг-Конг европейскую квалификацию. И тоже перед этого я комментировал вроде его в какого-то АИМ или в Red Bull или в WCS отборы. Но в всяком случае он играл это против Nasty, корейский игрок. Ну и вы знаете, бог, это бог наш, это Nasty. И каждый раз он видит, что 3х-топередпула, он идёт в такого интересного билда, где он Блинг Сталкеров. Ну просто масса Блинг Сталкеры. И потом после Блинг Сталкеров он это добавляет в золото. Но мнение такое есть, где если твой оппонент идёт в 3х-топередпула, у него не будет много юнитов на поле. Блинг Сталкеры, они могут убегать от лингов, они могут отблинкаться от них. Значит, хватает времени выжить, это королеву начинаешь отбивать. И потом, когда владение побольше лингов и скорость у них закончится, ты можешь начинать добавлять зелотов. И зелоты могут, как щит, это стоять, это резать вот этих лингов, пока ты блинкуешься от остальных юнитов. Ну типа, по идее, это easy win, это easy катка. Если твой оппонент не так это сильно или резко приготовился в защиту, это никак не раскидало, это санк или спаймкроллеров, это везде вокруг. Ну пока сейчас валит, заказывает рабочий счёт. Мы смотрим на стороне Хака. Он пошёл в Старгейт. Я не согласен в этом. Оракуло прилетает. Защиты есть? Защиты здесь нету. 5, 6, 7, 8 рабочих, наверное, умрут здесь, если, конечно, Хак это более внимательный сыграл здесь. Во-во-во-во-во-во. Ой-ой-ой. Кошмар один. Я, правда, не знаю, сколько этого всему он там убил. 6. 6 убил и ещё спас вот этого Оракула. Значит, даст этому Оракулу время набрать энергию. И плюс ещё щита регенятся. Лингофф валит и на той стороне карты следят за третью хат... Эль, за третьего Нексуса. Ну, валит и всё равно, ребята, не забывай, у него 3 хаты есть. Значит, это личинки у него много есть. Экономика, я считаю, у него всё равно хорошая. Просто, конечно, жалко, что потерял 6. Если бы не потерял 6, оно ещё бы чуть-чуть лучше позицию было. Хак добавляет роботикс. 3 гейтов. Я надеюсь, что он третью хат... Локацию себе наберёт. Я, правда, не знаю. Я ни разу не спросил Хак. Я общаюсь с ним иногда, но не спросил это. Как он чувствует... Уверен в себя в ПВЗ в лейтгейме? Или нет? Ну, каждый раз я видел этот хак, это в лейтгейме. Я очень волновался за него, потому что он более... Ну, показывал так, типа, слабые игры. Это что-то мисс микровол, что-то смотрелось. Это неправильный счёт юнитов. Это комбинация какая странная была. О чём-то забывает. Что-то мисс микровол. У него много проблем были. Это в ТВП. В ТВП игры. Недавно. Ха-ха-ха. Ну вот, сейчас смотрим 11 гидролитиков в закате. Плюс один... Ну, скорость это есть. Плюс один щит. Это сейчас для... Вот этих зероговых юнитах. Плюс один дистантового бонус для гидролитика. Тоже этот апгрейд закончился. Грубд спайнс. Грубд спайнс. Интересный апгрейд. Грубд спайнс это означает, что это кто-то их... Вот этих... Иголки от гидролитиков. Это они как... Более ровные. Чтобы они могут это подольше подлететь. Ну, вместо чтобы они были какие-то... Так... Ах, блин, я ж не знаю, как по-русскому рассказывать. Ну, вот эти, как вы знаете, иголки, чтобы они полегче летали. И это воздух. Это, как я понял, истории про них. Это плюс одного дистантового бонуса. Кто-то их порезал поровнее. Значит, они и воздух это не схватывают. Ну, вот валит. Это пропушивается вперед. Это оракл все жив. Это помогает убивать гидролитиков. С форсфилды, конечно, чуть-чуть помогает гидролитиков в это время. Потому что зал тогда до них не мог добраться. Тайморп это строит. Или раскидал. Ну, вот это уже, видимо, к концу вот эту агрессию. Оверсирова убил. И все остальное убил. Просто хак сейчас блинк не хватает. А подожди, может, блинк у него есть? Есть у него ли блинк или нет? Блинк у него есть. Я не знаю, если хак это понимает. Во, во, во. Узнал. И дает этого последнего гидролитиков убегать. Ну, конечно, про это, когда у тебя есть большая война, большой драк. Ты хочешь это, если 100 человек есть, 99 убийств. И этого последнего отрезать глаз. А то напугать его, разбить его. И потом послать его домой. Сказать пацану, давай расскажи твою... Расскажи истории про нас. Это к твоим, это всем, это... Тиму. Или к твою расу, чтобы это не мешали с нами больше люди. Ну, это как эта история? 300. Один выжил, послал нас назад. Ну, конечно, тоже была маленькая проблема с этого, когда послал назад-обратно. Да, да, оппонент дали время это заказывать побольше. Побольше армии сражаться. Со всех. Вот что мне нужно делать сегодня. Мне нужно снова посмотреть это следующего триста. Я уже сколько раз досмотрел это первого триста на телевизор, на телек. Ну, второго я только раз видел. И уже начинаю терять память о этого кино. Ну, вот, линги стараются окружить. Агрессию стараются как-то показывать. Вайлетт сейчас, но с фениксами и с блинксталкерами нужно очень осторожно себя вести. Четвертый хат уже закончился. Для Вайлета он еще старается пятого сейчас себе набрать. Ну, вот, Вайлетт, конечно, понимает, что фениксов есть на карту. Ну, ему нужна будет эта помощь. Чуть-чуть это в плане воздуха. Начинают заказывать караптеров в апгрейдах. Сейчас скорость для таракана плюс один атака для муталисков и караптеров тоже. Апгрейд почти закончился. Ну, о-о-о. Маленький драк у нас есть. Смотри-ка, муталисков теряет сейчас. Валит пара вот здесь и фениксов. Все, могут выжить. Дело в том, что тоже сейчас плюс два рейндж будет. И когда номера у фениксов это гораздо выше остается, они могут сражаться против караптеров. Караптеры только могут столько это выжить тоже сами. Вот, Хак, который убивает и убегает. Ну, Хак, ему нужно тоже следить внимательно, потому что сейчас... Опа-па-па-па-па-па-па. Ему нужно внимательно следить за вот этого все. Вот, что сейчас это форс, это караптеров, это гораздо выше, чем у фениксов. И вот эти колоссы, конечно, пропадут перед, когда у них есть шанс выжить из него. Ну, как он сейчас валит, сыграл, как Терен сыграет, когда Протт сыграет в феникса колосс. Просто нужно убить этот колоссов побыстрее, чтобы земляная армия могла выжить. Когда земляная армия выжит, ты можешь это... После всю остальную земляную армию это убьешь. Ты можешь это довкусить, вот этих фениксах. Ну, умно отнял, очень умно отнял. У Хак тысячи миллион гитов в их юнитах. Если бы он не был профессиональный игрок, я бы, наверное, спрашивал его, что он делает сейчас. Ну, это типа такая армия в бронз-лигу или в серебряную лигу. Это бывает, где пацаны не понимают, что им нужно построить роботикс или серогейт или что-то еще. Значит, они просто выкатывают это много сталкеров и тысячу, кучу это миллион вот этих золотов. Ну, золотов... Хорошо, что у них есть апгрейд. Проблема в том, что сейчас просто жиры больше есть у вот этого армии, у Вайлета. У него тараканы, у него гидролитские лингов есть. Линги отвлекают от тараканы, и тараканы отвлекают от гидролитские. Гидролитские у них очень много ДПС. В всяком случае, если что-то еще больше было, как воздушного или колоссов, караптеров, это все живые. Ну, еле-еле медленно пробивается наш зерго-игрок Вайлет. Хак старается брать своих рабочих, это помочь себе. Ну, блин, он может отбьется, но он столько потерял, чтобы отбиваться от этого. Нужно караптеров обратно послать. О-о-о, обратно посылай их. Да. Ну, Вайлет, как я сказал раньше, по идее выиграл вот эту игру. Хак, это ресурсов много нету, рабочих почти нету тоже. Сидит на 91, ну, это 91 полностью в сталкеров и в вот этих фениксах и фениксах. Против вот этого чего-то караптеров. Караптеры, они бесполезные. Еще тоже хуже остается, когда плюс 2 атака для воздушных зерковой армии. Ну, почему-то Вайлет не научился, как построить это с прока вот здесь, в этом локацию. Просто безумие. Ну, видимо, смотрим, тоже следим, и вот это апгрейд для Микозов. Есть. Скоро, наверное, мы увидим от него инфесоры. Плюс 12 гидролизка. Ну, правда, что я говорю, сейчас это... Просто нужно послать всю армию окружить это... Все остальное окружить и пойти на атаку. Один Иммортал не выиграет игру. Вот эти форсулы уже не выиграют игру для Хак. Очень слабая армия. Нет Аркона, нет Амплоры, нет Шторм, нет Колоссов. Это есть один Иммортал, С4 был Иммортал. Другое дело, это один, это... Это просто... Это все фигня. Блинк потратил. Пару сталкеров убил. Коррупторы стараются все продолжить их атаку. Только 3 феникса живых осталось. Опять Блинк потратил. Все форсулы я вроде надеясь, он потерял. Или, может, у него пара еще осталось. Ну, да, вот это Обзервер показывает от ESL, что у Валета, не забывая, у него 4-5 хат, есть свежий ресурс, у него свежего газа есть. У Хак, у него ничего свежего нету. Мейн у него почти, наверное, с посмотрим ничего не осталось. По 2-й локации, тоже в самой ситуации. По 3-ю, может, да, чуть-чуть посвежее, но не забывая, что он на это послал всех рабочих до их смерти. Ой, боже ты мой, опять, опять! Какой раз уже вот эти... Феликсы подлетают. Валет, ну ты не бомж, а ты не бомж. Какой-то... Давно бы это пара спорков построил здесь, и вместо этого теряется, это сколько, уже 15 рабочих, там, наверное, или 16 под эту локацию. Мог бы спасать их всех. Ну вот, Валет начинает это себе оставить в такой стадии в игре, где у него просто копируется газ, копируется ресурс, значит, он может тратить вот эти добавочные... Добавочная экономика на апгрейдах, и видно, что плюс 3 летающую, и плюс еще жизнь для локостов. Плюс 1 дистанцевого атаку, это поможет гидролисков и поможет локостов, ну... Дело в том, что все форсилдов это хак сейчас только потратил. Валет все равно, сидит 200 из 200, добавляет себе снова 23 гидролисков в армию. Первый колосс выходит, и когда ты делишься с вором хостов, ребята, нужно, как я всегда говорю, 5 или 6 колоссов. У него уже апгрейдах хватает для этого, конечно, плюс 3, но без качества, так скажем, или количества, без количества колоссов, я надеюсь, у него не хватает силы пробить этих с вором хостов. Ну, нужен лазер, и нужно АОИ. Нужно АОИ. С левой стороны гидролиски пробивают камни и стенку, гейтов, сейчас это на вторую локацию напали. На правой стороне мы видели, хак занялся чуть-чуть с вот этих с вором хостов. Хак в это время, конечно, заблокированный, 6 пилонов стараются построить, но, ребята, не забывай... Ооо, ООО, Мортал, он почти умер. Ну, не забывай, пока он старается заблокировать себя, дело в том, что у него четвертой локации примерно еще нет, он старается построить ее. И вот, еще почти Мортал потерял снова. Только сейчас от Валету не хватает этой крипа, если бы хватало крипа у него, то совсем другое дело. Ну, я просто считаю, сейчас я смотрю, если хак как-то, как-то мог бы выиграть вот эту игру, я бы сказал, это станет самый лучший камбэк. Это в год 2014, может, это во всей Старкрафты. Потому что ты смотришь на Валет, он уже плюс 3 атаку есть у него для воздушных, для земли, скоро у него плюс 3 будет. Ну, хак, я тоже хочу гордиться, его тоже пробивает, отходит, как это старается. Ой, 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 чтобы спасать Мадрешип Корна, это он старался отнять характеров, пока локсты убивали сталкеры. Нельзя, нельзя обмены брать сейчас, ты хак, нельзя обмены брать. Надо спасать эту локацию или построить ее снова. Ну, нельзя обмены брать. Нужно спасать каждого последнего юнита. Хак сейчас, смотрю, сидит вроде с трех колоссов, еще хоть ему нужны двое. Ему нужно двое, и он может поудобнее двигаться на карту. Тоже хотелось бы увидеть от него арконы, потому что арконы могут выжить очень много против вот этих локостов. Ну, такой хороший, очень танковой юнит. Форсфилды снова схватывает гидролистка, гидролистки, о-о-о, осторожно, ребята. Вот что мне не нравится от Вайлета сейчас, я что-то не вижу от него, его следующего степени в этой игре. Он все просто старается с форум хостов, гидролистков построить. Я не понимаю, потому что чем больше он будет играть и танцевать с вот этих с форум хостов, это скоро колоссов будет хватать, это примерно какой номер он хочет. И что после этого будешь делать? Он может проталкивать тебя. Гидролистки, конечно, снова в заднем фланг сейчас пошли. И на контратаку сталкеры гонятся за вот эти с форум хостов. С форум хостов, им нужно, правда, закапываться. Ну, вот он еще и пора отнял, неплохо. Ну, хак неплохо играет, ребята, нужно понять это. Хак неплохо играет, ему нужно просто не терять юнду. Я сказал, ему обмены нельзя брать, ему нельзя терять. Обз, есть у него? Колоссы, колоссы, где колоссы? А, колоссов он окружил в заднем. Умно. Ну, как пропадает в лимит? Ну, в конце концов, да, не получилось. Хорошая идея была под кон... 1 июня. 2 июня.